Всем привет, дорогие друзья! Лето — это прекрасная пора, каникулы, игры и, конечно же, путешествия, например, на море. И сегодня я хочу рассказать вам немного о морях и океанах. Моря и океаны имеют в нашей жизни большое значение. Существует теория, что все живое на Земле зародилось в Мировом океане. В том числе и человек. Вода является не только источником жизни, но и важнейшим элементом для ее поддержания. Океан — это крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод. Океан находится в непрерывном взаимодействии с атмосферой и земной корой. Площадь океана составляет 71% земной поверхности. Изучает океаны наука океанология. Единый мировой океан материками делится на 4 части, которые составляют крупные океаны Земли. Это Тихий океан, Индийский океан, Атлантический океан и Северный ледовитый океан. Самый большой по площади, самый глубокий и самый теплый океан планеты — это Тихий. Он намывает берега Евразии, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды. Соединен с Северным ледовитым, Атлантическим и Индийским океанами. Второй по величине океан Земли — это Атлантический. Он намывает берега Северной Америки, Южной Америки, Евразии, Африки, Антарктиды. Соединен с Индийским, Тихим и Северным ледовитым океанами. Индийский океан — третий по размеру океан планеты. Температура воды в нем немного ниже, чем в Тихом. Он намывает берега Евразии, Африки, Австралии и Антарктиды. Индийский океан соединен с Атлантическим и Тихим. Самый маленький и самый холодный океан — Северный ледовитый. Он намывает берега Евразии и Северной Америки. Соединен с Атлантическим и Тихим океаном. Моря — это части океана, отличающиеся по составу воды. Моря разделяются на три группы. Внутренние, находящиеся внутри материков. Окрайные, находящиеся на окраинах материков. Межостровные, находящиеся между крупных островов. Всего на Земле насчитывается 58 морей, большинство из которых принадлежит бассейну Тихого океана. Почти каждый человек, когда слышит слово «море», представляет перед собой пляж, небольшие волны и легкий теплый ветерок. Море у нас всегда ассоциируется с отдыхом, отпуском и летом. Море — это место оздоровления. Морской климат благоприятно влияет на здоровье человека, кожи, дыхательные и нервные системы, а также укрепляет иммунитет. Во всем мире популярны морские круизы и путешествия. А еще катание на катерах, катамаранах и водных лыжах. Но море таит в себе и опасности, но при соблюдении мир предосторожности можно избежать неприятностей. Не заплывать за буйки. На каждом организованном пляже есть огороженная зона для купания. На диких участках не стоит заплывать дальше 10-15 метров от мелководья. Не купаться поздно вечером и ночью. В темноте легко наткнуться на ядовитых морских обитателей, кораллы, подводные камни и т.д. Не нырять в незнакомых местах. Участок, который кажется глубоким, вполне может оказаться мелководным, что чревато серьезными травмами. Заходить в воду медленно. В воде могут скрываться ямы, камни, кораллы, о которые легко поранятся или споткнутся. Не трогать морских жителей. Вообще-то они и сами постараются избежать встречи с вами, но все же не нужно пытаться прикоснуться к проплывающей мимо красивой рыбки. В море много ядовитых обитателей, контакт с которыми может окончиться печально. Не купаться во время сильного шторма и ветра. Не заходить в воду, если на берегу вывешен красный флаг. Не плавать в одиночку. Судороги, перегрев на солнце, потери сознания могут случиться с каждым, даже с полностью здоровым человеком. И, конечно же, не стоит забывать и про безопасное поведение на берегу. Здесь главную опасность представляет солнце. Поэтому важно пользоваться защитными кремами и лосьонами, обновляя их после каждого захода в воду. И не забываем про головные уборы. На этом наша программа подошла к концу. Ну а я вам желаю крепкого здоровья, прекрасного и позитивного лета. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok